На этой территории жили свои. А за периметром жили враги, чужие. Я оказался в ГДР через моего отца, так как он уехал в командировку сюда в 1986 году. В городе Вюнсдорф, здесь в этом городе раньше пребывали советские войска. Это был штаб советских войск в Германии. Здесь же немцы не жили, жили только советские граждане. Вот это моя школа, начальная школа. Здесь было две школы. Одна была старшая школа после третьего класса. А это начальная школа. Сейчас это жилой дом. Все раньше было покрашено серой краской защитного цвета. Военные объекты. Вот это заброшенное здание, это спортивный зал был. Я сюда периодически приезжаю. Последний раз я был, наверное, здесь. Но года три-два назад. И каждый раз, когда я сюда приезжаю, я чувствую какую-то ностальгию. Люди сидят теперь в моей школе, ужинают, читают газеты. Раньше мы грызли гранит науки, сейчас жилое здание. Прекрасно помню поезд из Челябинска до Москвы, а потом из Москвы до Франкфурта на Одре. Отец нас забирал почему-то во Франкфурте на Одре, я не знаю почему. Это такое для нас. Для меня событие было. Я первый раз попал за границу в шесть лет. Я помню, мы приехали в отель. У отца были с собой такие желатиновые конфетки. ГДРовские, как сейчас мишки. Такие желатиновые. Тогда это были такие, как малинки, ежевички. Вот в Советском Союзе у нас такого не было. Здесь было на меня. Это произвело первое впечатление, как на ребенка. Когда я вижу то, что тот город, в котором я провел много времени, стоит в руинах. Потому что здесь вот многие здания стоят в руинах реально. Эти советские здания, казармы, военные части, они все не используются. Мне обидно. Обидно за то, что это произошло так, таким образом. За то, что мы вот так вот все оставили. За то, что история повернулась таким образом. Помню совершенно другое состояние своей страны. Совершенно состояние этого городка. Да, сейчас здесь все красиво. Живут немцы. Это все замечательно. И войска нужно было отсюда выводить. В том, наверное, количестве, в котором они были. Но не так, как это происходило. Не так. Это было похоже на побег. На побег. Это как будто мы сдались, проиграли и убежали. И вот так я себя чувствую. Я стену видел, когда мы ездили, например, встречать бабушку на вокзал. Она приезжала к нам из Советского Союза в ГДР, где работали мои родители. И у нас пробило колесо. Отец купил старую 21-ю Волгу. У нас пробило колесо. И вот мы меняли. Я смотрел, стоял на это серое сооружение. Опять же, ощущения у меня были такие, что здесь наша территория. Там не наша, здесь свои, там чужие. Кто в руках друзья, кто враги. Были мы скормлены, наверное, с молоком матери. То есть на Западе враги, на Востоке друзья. То есть Советский Союз, соответственно, мы хорошие. Восточные немцы тоже. А западные немцы это что-то такое, с чем лучше не иметь контакта. Мы сюда пытались переехать. Мы приехали сюда в 92-м году. Вот как раз уже в объединенную Германию. И разница была достаточно существенная. Но я могу сказать, что в чем-то, конечно, было хорошо. Можно было покупать любые машины, любые шмотки, джинсы. Все, что с этим связано. Но у некоторых людей чувствовалась депрессия. Депрессия от того, что они оказались выкинуты из жизни, по сути. Потому что многие предприятия закрылись. Войска, которые здесь стояли еще в 92-м году, они выводились в никуда. То есть вот чувствовался какой-то такой беспредел. И разочарование со стороны ГДРовцев. Ну и, соответственно, к русским отношение поменялось. То есть если раньше нас воспринимали как великую, могучую страну, которая держала в кулаке пол Европы, то потом мы приехали как, простите, но люди третьего сорта сюда, мы никому не нужны. На нас так смотрели, как, а что вы сюда приехали вообще? Кто вы? Я пошел в обычную немецкую школу, я три месяца сидел, вообще ничего не понимал. Вообще. Я был как бы немножко за гранью общества. То есть я не вписывался немного в это общество, и я его тоже не принимал сам. Я не могу сказать, что прям меня кто-то там гнобил. Я просто себе еще не позволял гнобить, если что, я мог и ударить. Здесь это, кстати, было не принято. Когда мы переехали из Челябинска, что меня больше всего поразило? Ну, панки, например. Это люди, которые выглядели совершенно неординарно, особенно по сравнению с Челябинском. Это люди с ирокезами, с волосами раскрашенные в разный цвет. Они одеты совершенно по-рокерски, иногда, может быть, и грязно в нашем понимании. Они очень откровенно целовались на улицах, что для нас было сравнее порно, можно сказать. Потому что мы такого никогда не видели. У нас все было достаточно скромно. Ну и по нашим меркам прилично. А здесь параметры приличия были немножко другие. В этом доме жили одни немцы. Мы над ними иногда издевались, как советские дети. Но мы не издевались, мы играли. Мы прятались в кустах. Но перед тем, как спрятаться в кустах, мы звонили в кнопочки, потому что у них кнопочки для вызова были все наружи. И прятались. И слышали в наш адрес иногда какие-то немецкие проклятия, которые мы не понимали, конечно. Здесь советские надписи еще остались? Нет, надо посмотреть. О, очень много еще надписей сохранилось. Здесь в субботу день Нептуна написано. Вон ДМБ-91. ДМБ-89. Лена едет в Союз. Нам ограничивали контакт с ГДРовцами. Но тот контакт, который был, советские какие-то общие праздники, они были очень дружелюбные. И отношение к нам достаточно было хорошее. Ну и наше отношение к ним тоже, соответственно, уважительное и дружеское. Ну вот, например, общаться с немцами я не совсем понимал, почему, наверное, нельзя. То есть мне сказали, что ты никому не должен говорить, что ты ходишь в школу под дзюдо. Потому что у родителей могли бы из-за этого быть проблемы. То есть начали бы их спрашивать, а зачем, а почему. И вплоть до выселения отсюда за 24 часа. Как ребенку, шестилетнему, это объяснить достаточно сложно. Но каким-то образом я это понимал и даже своим друзьям не рассказывал. Удивительно. У нас все было достаточно патриотично. Мы были воспитаны так, что мы никогда не пытались там перебежать или на запад. Или нам не было даже, может быть, посмотреть. Интересно, конечно, было, как там. Но у нас не было никаких таких мыслей, что, может быть, как-то там переметнуться или еще что-то. Нет. А вон, по-моему, такие вот были у нас в школе советской. Фарточки. Да. Вон туз. Як-40. Я же пошел в 6 лет в школу. И у нас в Советском Союзе не было таких традиций. А в ГДР дети ходили с такими большими кульками, картонными, наполненными конфетами. Вот они в первый класс шли вот с этими здоровыми кульками, наполненными конфетами. Родители делали такие подарки. Это все еще здесь. Такая традиция существует. Но у нас в Советском Союзе такого не было. И мне это тоже подарили. Для меня это было нечто особенное. То есть первый класс запомнился навсегда. Благодаря этому кульку, наверное. Завод Прогресс. Завод Прогресс. Он выпускал одноименные автобусы и авторемонтный завод, который занимался ремонтом КРАЗов, Уралов, ГАЗов и ЗИЛов. Здесь стоянка была грузовиков и автобусов перед заводом. На этом месте прям стояли ворота. А здесь стоял КПП с солдатом. И на этом КПП, я помню, висел плакат с военной формой солдатов стран Варшавского договора. А лестница сохранилась. По этой лестнице каждый день люди ходили на работу из нашего городка. КППП. Мы уехали в июне 89-го, а стена, по сути, рухнула в ноябре, по-моему. Нет, ну военные, они, конечно, были разочарованы, потому что так, как уводились войска отсюда, и как это все происходило, это была трагедия. Трагедия для всей армии, для советского народа. Это была трагедия. А для обычных граждан, ну, конечно, если ты патриот собственной страны, больно наблюдать, как рушится твоя страна, разрушается. Все примерно в таком состоянии пребывали. На самом деле, насколько я помню то время, я был достаточно юн, но какое-то такое состояние было у людей непонятное. Все ждали каких-то перемен и, в принципе, хотели перемен, но что перемены будут настолько плохи, никто не подозревал. То есть все понимали, что нужны какие-то перемены, что да, но то, что произошло с нашей страной, хуже-то, по сути, быть не могло. Стена-то, она никуда не ушла. Она была просто передвинута на границу с Россией. А где сейчас стоят войска НАТО? На границе с Россией. Вот и все. А противостояние так, как оно тогда было, так оно сейчас и есть. Ничего не изменилось, по сути, для нас, для русских. Изменилось все, конечно, в худшую сторону, потому что войска стоят ближе к нашей границе. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»